Саратов захлестнула волна мошенничества. Случаев так много, что силовикам даже пришлось идти на экстренные меры и создать спецотдел. Он будет заниматься чисто борьбой с мошенниками. О том, кого убирают на роль жертвы бесчестные граждане и как им собираются противостоять полицейские в нашем сюжете. Звонок о ложной аварии с уводом денег у пенсионерки произошел на днях. Мошенники буквально сошли с ума, говорят полицейские. За день в Саратове фиксируют по 2-3 подобных случая. В роли жертвы, как правило, пенсионеры. По 100-200 тысяч рублей отдают гадалкам за снятие порчи. И покупаются на якобы доплаты к пенсии в честь Дня Победы. Сценарии самые разные. Три дня назад в очередной раз продали мед за 100 тысяч рублей банка. Соответственно, тоже под предлогом продажи меда проникли в квартиру потерпевшей. Увидели, откуда наша пенсионерка доставала деньги. И, соответственно, послав ее за чистой банкой на кухню, похитили денежные средства и скрылись после этого. С начала этого года в Саратове зафиксирован 271 факт мошенничества. Это почти на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Глядя на неутешительную статистику, в Саратовском УМВД создали специальный отдел по борьбе с мошенниками. Так как преступники этого профиля часто территориально находятся в других регионах, новый отдел будет теснее контактировать с традиционно проблемными в этом отношении Курганом, Новосибирском, Краснодарским краем. Есть у нас там совпадение с соседними регионами, особенно Самара. С ним у нас вообще частое пересечение именно по линии преступности, как по мошенничеству, так и по другим тоже рядом. Поэтому, говорю, необходимость такая назрела. Данное дело создается, дом будет работать, и мошенников мы будем ловить больше. Полицейские еще раз напоминают, прежде чем нести деньги позвонившему или бежать в банк и снимать их со счета, нужно хотя бы перезвонить попавшему в аварию родственнику. Юлия Шишкина, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.